Знать об уловках злоумышленников, чтобы не попасть в преступную сеть. Старшеклассникам школы номер 7 в «Крутых ключах» рассказали, что такое терроризм и экстремизм, и как бороться с противоправной деятельностью в реальной жизни и в интернете. Занятие для учеников 9-10-х и 11-х классов провел Уперуполномоченный Центр противодействия экстремизму Главного управления МВД России по Самарской области. Мероприятие прошло в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма» на территории городского округа Самара на 2021-2026 годы. Такая работа повышает уровень информированности школьников о последствиях терроризма и экстремизма, позволяет усилить информационно-пропагандистскую работу среди учащихся и обеспечить профилактику этих противоправных действий. Это не только классные часы, это могут быть у нас и квесты какие-то, и, в общем-то, просмотры обязательно фильмов, видеороликов с последующим обсуждением обязательно, чтобы дети для себя поняли, в общем-то, и не подвергали себя опасности. Ребятам показали презентационные ролики о том, как детей могут вовлекать в противоправную деятельность в интернете. Например, ребенок может перевести средства на благотворительность, а по факту деньги уйдут на финансирование преступных группировок. Незнание этого, напоминают правоохранители, не освобождают от ответственности. Я считаю, что это достаточно важно, поскольку это может показать детям авторитет, что это не просто так сказано, и это осведомит тех, кто не знал о данной информации, и все поймут, что всякие противоправные действия совершать не стоит. Школьникам старших классов напомнили, что уголовная ответственность за участие в террористических актах и финансирование терроризма наступает с 14 лет. Административное наказание в виде штрафа налагается на подростка с 16 лет, если он сам работает, либо на его родителей.